Деньги в дело. Финансы и недвижимость. То есть о том, как правильно инвестировать. Александр, а кировчане вообще часто в недвижимость инвестируют? На самом деле да. В 2020 году у нас сложилась такая ситуация, когда ставки по вкладам в банках упали. Недвижимость остается до сих пор одним из самых классических, консервативных способов сохранения и приумножения капитала. В общем-то мы знаем, что заработать на недвижимости можно, либо перепродав ее, либо сдав ее в аренду. А вот как для этих целей правильно выбирать? Тут надо руководствоваться тем, что есть квартиры, которые всегда в цене или не теряют своей стоимости. Поэтому есть ряд параметров, на которые надо обращать внимание. Это развитая инфраструктура, удобная транспортная развязка. Это должен быть действительно новый дом. Рядом должны быть парки, зоны отдыха, удобный чистый двор. А вообще какую квартиру выгоднее сейчас покупать? Наверное, студии и однушки в основном спросом пользуются. Сейчас как раз сложилась такая ситуация, что все вернулись покупать однокомнатные квартиры, студии. Рынок отреагировал таким образом, что цены сейчас на максимуме на них. Поэтому я бы обратил внимание на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. На них можно заработать как на аренде, так и на перепродаже. Раньше считалось у наших родителей, что статус человека определяет наличие квартиры, гаража, машины. Сейчас сформировано уже новое поколение, которое в скором времени вообще поменяет рынок недвижимости. Это поколение будет выбирать квартиры в аренду. Почему? Потому что у них нет привязки к району, к месту жительства. Им легче менять город, проживание таким образом. А разница в ценах по аренде между однокомнатной и двухкомнатной не такая большая, не такая существенная. Поэтому я бы сейчас рекомендовал для инвестирования как для краткосрочного, так и для долгосрочного покупать двух-трехкомнатные квартиры. А если о долгосрочном говорить, то это сколько лет? Ну, это 5-7 лет от 7, я бы так даже сказал. А чтобы заработать на перепродаже, нужно брать квартиру где? В первичном секторе или во вторичном? Для обывателей на вторичном рынке заработать крайне тяжело. Тут надо быть экспертом, тонко чувствовать рынок. Очень большая вероятность того, что человек может уйти в минус. И есть циклы роста в экономике. Сейчас цены, можно так сказать, на максимуме. В такой ситуации следует обычно стагнация, которая длится там 2-3 года. Может быть, вы нашим слушателям порекомендуете какой-то жилой комплекс в Кирове, который интересен был бы для вложения денег? Наши эксперты выделяют буквально пару объектов, на которых действительно можно сейчас заработать. Один из них – это ЖК «Парус». Сдача дома в этом году. Цены на данный момент привлекательные. После сдачи дома они точно вырастут. Дом соответствует всем критериям, которые я вначале говорил. И более того, группа компаний «Дело и деньги» – это целая экосистема. Мы занимаемся и финансами, и недвижимостью. И у нас для инвесторов разработана специальная программа, которая позволяет даже в нынешних ситуациях получить неплохую доходность. То есть этим жилым комплексом занимается как раз компания «Дело и деньги». Да, все верно. Более подробную информацию можно получить у наших экспертов по телефону 4769. Наши эксперты проконсультируют, как именно можно заработать на недвижимости и как можно грамотно инвестировать в данный жилой комплекс. Ну, думаю, на этом мы и закончим. Александр, спасибо вам большое за разговор. Доброго дня всем слушателям. Да, до свидания. Деньги в дело. Финансы и недвижимость. 35-40-98-047